Марафон добра и подарков продолжается. Благотворительную эстафету наши дети поддержала администрация Советского района Минска. Поздравления и сюрпризы сегодня подготовили для ребят из Воложинского района. Это дети тружеников села из замещающих и многодетных семей. Для 40 ребят праздничная программа на весь день. Началось сказочное путешествие с главной елки страны. В Дворце Республики гости увидели представление созвездия Зубра после праздничной обеты и новогодние подарки. Елка понравилась. Завораживающиеся декорации. Полностью все представление было очень завораживающим. Я очень благодарен всему этому. В прошлом году я тоже был на президентской елке. Очень был хороший подарок. Для всех ребят это действительно праздник. Это действительно внимание государства. Это еще раз забота, которую сегодня проявляем. Мы, органы госвластия, спонсоры. Интерактивные игры, театрализованные представления, сладости дарить детям новогоднюю сказку продолжают по всей стране. И сегодня же в столице провожали детей из Носичанска. Три недели эти мальчики и девочки провели вдали от взрывов на белорусских каникулах. А теперь с багажом подарков отправились домой. На перроне всего несколько минут на прощание с белорусскими друзьями и только самые искренние эмоции от поездки. Я приехал с этим рюкзаком и с сумкой. А уезжаю с маленьким рюкзаком, с этим портфелем, с сумкой. Там конфеты. Все, что нам дарили. А что еще дарили? Нам пауэрбанки, одежду дарили. Побыла в школе, проучилась какое-то время в школе белорусской. Тоже понравилось очень. Я соскучилась, но не очень. Хотелось бы еще остаться? Да. Чудесная страна. Мне тут понравилось абсолютно все. Красивые улицы, красивые дома. Больше всего запомнился Минск. Президентская елка. Мы приехали в Минск, пришли, а там сначала было выступление маленькое, а потом пришел Лукашенко, пожелал нам хорошего всего, мира, нам добра. Всего из Лисичанского в Беларусь смогли приехать 43 ребенка. Теперь главная задача убедиться, что каждый из них добрался до своих родных. Сейчас в нашей стране продолжается отдых детей из Горловки, но скоро и они отправятся домой. Миссию добра Беларусь ведет уже не один месяц. С сентября наша страна встретила больше тысячи мальчиков и девочек Донбасса. Пока же на их родине звучат взрывы. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 12 снарядов. Обстреливают и Белгородскую область России. Под огнем оказалось село Мура. Сбить украинский беспилотник удалось и на подлете к Воронежу. В Ватикане прощаются с Бенедиктом XVI. Тело почетного Папы Римского находится в соборе Святого Петра, где еще с ночи люди выстроились в очереди, чтобы отдать дань памяти. Хоронят понтифика в красных одеждах. На голове у него белая митра, а в руки вложены четки. Бенедикт XVI взошел на папский престол в 2005-м, был видным теологом, начал многие реформы в системе церкви, а в 2013-м сложил в себя полномочия, объяснив решение плохим состоянием здоровья. Прощание с Бенедиктом XVI продлится три дня. Торговые площадки лесхозов появятся во всех областных центрах. Работать будут под названием «Лесной домик». Один из них презентовали в Гродно. Место выбрали популярное. Большой вещевой рынок. В паильонах купить можно все, что производят гродненские лесхозы. От дров, заборов и елок до садовой мебели, бани и даже скворечников. А в перспективе своей товары представят и заводы регионов, выпускающие продукцию деревообработки, лаки и краски. Заняться розничной торговлей и инициатива Минлесхоза. Дело для отрасли новое. Задача – стимулировать продажи древесины и товаров из нее на внутреннем рынке, сделать их доступными населению. Где-то даже нас покритиковали, глава государства, что имея такой ресурс леса, деревопродукции, есть проблема с приобретением круглого леса и особенно продукции деревообработки для населения. Так вот мы сегодня докладываем, что эта задача выполняется. К сожалению, накручивают на вот этом дефиците цены, поэтому рентабельность не более 5% и ассортимент – то, что нужно человеку для строительства домов. Аналогичные торговые площадки сначала откроют во всех областных центрах, а в перспективе и в крупных районных городах. Вместо проверки документов – поздравления. Праничный экипаж ГАИ патрулирует дороги с столицы. Новогодний инспектор ГАИ ГОВД, полкома, капитал милиции, пожалуйста, ваши документы. Привычную экипировку инспекторы сменили на новогодние костюмы. Повод для остановки водителей чаще приятный. Автомобилистам и пешеходам в очередной раз напомнили правила дорожного движения, а самым дисциплинированно – добрые пожелания и подарки. Мы, кстати, приехали с друзьями из Новосибирска праздновать Новый год и Красноярска. Приехали праздновать Новый год в Минске. Мы увидели необычного милиционера, вышли из музея. Конечно, мы не могли не подойти. Гипношка как бы стрессовая, но вообще прикольная, да, необычная, классная. Госавтоинспекция всегда работала и работает для безопасности всех участников дорожного движения. А в эти праздничные дни мы, обеспечивая порядок на дорогах, создаем праздничное настроение. Очень приятно, что люди отвечают взаимностью и очень радует то, что автомобилисты соблюдают правила дорожного движения. Надеемся, что в новом году мы будем встречаться только по хорошим поводам. Желающих пообщаться с Дедом Морозом оказалось немало. Сделать фото с главным новогодним персонажем подходили и дети, и взрослые. Главный зимний волшебник в эти праздничные дни встречает гостей и в Могилевском заосаде. Но чтобы познакомиться с Дедом Морозом и его снежными владениями, нужно пройти веселые испытания. Славы Годом! Новогодний квест стартует с поиска волшебных вещей. В программе музыкальные викторины, хороводы, полоса препятствий, самым активным призы и подарки. Сценарий, педагоги и учащиеся местного колледжа готовили специально для детей. Эти ребята из детдомов, отделений палеотивной помощи, коррекционных центров. В заосаде обещают, а загаданное в эти дни у новогодней елки желание обязательно исполнится. Я до сих пор верю в чудеса. И сегодня мы приехали на представление, где мы искали Дедушку Мороза, и это было круто. Это было очень интересное представление, которое подарило нам кучу эмоций. Это было очень весело. Также было очень много сказочных героев. Баба-яга, Леший. Особенно мне понравился старик Хатабыч. Более тысячи детишек, от взрослых до маленьких, и все уходили с хорошими эмоциями. Им очень понравилось. Праздник вообще отличный. Детишки хорошие. Им нравится наша программа. Мне нравится их стихотворение. Они приходят сюда получать радость. Мы им это дарим. Веселье, развлечения. Все, что они здесь хотят получить, они это здесь получают. В новогодней программе прогулка по зоосаду и знакомство с местными обитателями. Самые популярные питомцы сейчас кролики с пушистыми символами года. Можно не только сфотографироваться, но и угостить их морковками. Вот к этому сейчас у меня все новости. Увидимся в 20.30. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok